Всем привет! Меня зовут Михаил. Сегодня 13 марта 2016 года. Весна. Масленица. На улице 16 градусов тепла. Мы будем вести свой видеоблог о том, как переехали из Ярославля в Геленджик. Сейчас мы находимся в центре мухты. Живем мы в ЖК Азимут. Вот мы сейчас находимся на балконе как раз этого комплекса, нашей квартиры. Мы можем показать вообще, где он находится. Здесь вот есть четвертая школа рядом. Пансионат Сосновая Роща. За трубой, которая видно, около нее находится магнит. Если смотреть немножко на горы, там находится сафари-парк. По вечерам слышно, как рычат львы и медведи. Очень развитый, с развитой инфраструктурой район, потому что близко очень остановка. Значит, и школы, и магазины. То есть, все есть. И, в принципе, офигенный вид, за которым мы и выбрали себе эту квартиру. Вот, посмотрите. Есть толстый мыс, видно отсюда. Тонкий мыс. Ну, ровно серединка бухты получается. Погода сейчас отличная. Все распускается. Весна настоящая пришла. Так что... Смотрите нас на канале. Будем выкладывать новое видео. Будем рассказывать о том, как мы сюда переехали. Какие проблемы у нас появились по первости. То есть, с регистрацией, со съемом квартиры и так далее. Да, об этом все мы будем рассказывать в нашем блоге. Да, и в нашем блоге все мы об этом расскажем. Всех с наступившей масленицей. Да. Кушайте блины и отмечайте праздник. А это наш комплекс с другой стороны, со стороны входа в подъезд. Здесь находится кладбище. Ну, как бы все пугают им покупателей, что типа очень кладбище близко. Ну, не знаю, от нашей секции оно не так уж и близко. В 9 утра иногда, если выходишь в лифт, слышно, как звонят колокола. Кладбище не действующее. Оно уже заброшено давно. То есть, ну, не заброшено, но как бы там уже не хоронят. Вот. И видно морхоз, ребят. Канатная дорога там находится, Олимп. Вот. Погода отличная. Вот сделал комплекс. Площадку детскую. Все играют в футбол. Конечно, проблем у комплекса еще много. Сдался он только в октябре месяце, поэтому говорить о том, что здесь въехал сразу все легко, хорошо, нет. Тем более, стоит учесть, что квартиры сдавались в свободной планировке. Следовательно, они были без стен, без стяжек, вообще без чего-либо. Но люди потихоньку приезжают, делают ремонт. По проекту балконы и лоджии не застеклены. Вот, кто как может, так истеклит. Ну, в принципе, все стараются придерживаться, потому что при застеклении балкона говорят, что необходимо получить разрешение сначала управляющей компанией. Потому что это внесение изменений в конструктив здания, поэтому просят согласовывать. Ну, кое-кто согласовывать не решил. Вот, например, срезали решетку и поставили блоки. Ну, не знаю, разрешат, не разрешат такое застекление. Это будет потом видно. Есть тренажерная площадка у дома. Очень красиво. Рядом. Ну, как тебе первые прогулочки? Ладно, солнце, солнышко. Типа не вон. Ой, ну, как. Фонтанчики включить. Да, все заработало. Все готовится к аккуратному сезону. Все, почистили, вычистили. Сегодня куча белочек. Пляш, пляш, сады, милей. Ну, бросай. И гуляем. Держу. Ау.